Так, провода, провода, аккуратней. Под ноги смотри. Тихо! Тарасий! Тарасий, успокойся. Тихо, под ноги смотрите. Провода, аккуратней. Не запнитесь. Все? Отлично. Двери закройте. Кто последний шел? Егор, младший или кто? Кто из вас когда-нибудь смотрел телескоп? Да. Так, замечательно. Здесь, это здесь. Вот видите, кто-то здесь смотрел. Кроме этого места, я больше нигде не смотрел. Видите, как замечательно приезжать сюда, даже здесь можно телескоп посмотреть. Так, хорошо, у меня другой вопрос. Вы сейчас что-нибудь здесь имеете? Провод, провод. Мистер. Ему все установили. Большая медведица. Отлично. Большая медведица. Большая медведица. Так, о, молодец. Кто еще? Я видел. Кто еще большой медведи увидел? Мы, извините, вообще первый заметили. Вот видите, ковшечек. У меня с собой с искажения не взял лазер, поэтому я не могу вам показывать. Вот он, ковшечек. Хорошо, кто найдет полярную звезду, сразу от меня приз получат. Ниже. Полярную звезду, знаешь, кто первый, сразу от меня приз получат. Я узнаю, где она. Покажите мне. Самый конец. Дело в том, что полярная звезда не находится в большой медведице, она находится в маленькой медведице. Пожалуйста, найдите мне. И вот, если вы найдете... Вот там, аккуратно, посадите. Если вы найдете, то вы найдете точное положение на север. То есть, видите, где север, запад, где-то высок. Север-то в какой стороне хросин? Куда ты показываешь? Нет, там запад. Там солнышко вы сейчас только что сделали. Видите? Вон там. Так, хорошо. Так, приз, к сожалению, никто не получает, потому что никто не показал. Смотрите, ребята, как находим полярную звезду. Вот видите ковшик? Вот он. Вот у него ручка, а вот у него сам ковш. И вот две звезды. Видите, вот яркие? Ага. И вот сейчас продолжаем линию. Линию. Ведем. И вот видите звездочка? Примерно три расстояния вот этой ручки ковша. Три расстояния. Смотрите, вот звездочка. Видите? Прямо над домом Владимира Александровича. Вот она. Видите? Вот это и есть полярная звезда. Вот я показываю. То есть меня. Она прямо над коньком дома. Да. Вот видите? Да. А вот это ковшищи малые медведицы. Вот прямо там, куда я сейчас показываю рукой. Там север. Значит там... Ой, прошу прощения. Там у нас юг. Италия. Вот так, видимо. В Италию хочет попасть. Ну ладно. Жесть. Ладно. Так, замечательно. Ну, давайте тогда сейчас первое, что мы посмотрим, наверное, на Луну. Да. Вот так. Мы на ней видели этот свитер. На Луну. Так. Открывай. У меня. Скажи просто один. Один. Скажи просто один. Одна секунда. Скажи. Уно. Да, да. Ты знаешь, вот почему сейчас она светится? Потому что ночь. Потому что ночь. Очень известный ответ. Нет, нет, нет. Потому что солнечный свет отражается от нее. Ну хорошо, а то... Это уже глубокие познания. Глубокие познания. Так вот, а скорость света знает кто-нибудь? Сколько скорость? Это много-много. Скорость от солнца до земли 8 минут снимается. Это ветер. Тихо, провода. 300 тысяч километров в секунду. Вот до Луны как раз примерно 300 тысяч. Вот ты сказал сейчас раз, вот прямо за одну секунду ты на Луне бы оказался. Но мы туда тебя катапультируем с такой скоростью. Может, если скорость света не постишь? Так, ладно. Вам надо сейчас организовать очередь. Я первый. Я второй. Я второй. Я второй. Я второй. Он третий. Не переживайте. Участность земли на Луну. Жуля Вера. Ну что, всем нужно присесть? Да. Ну, можно, конечно, какую-то табуреточку принести, чтобы... Вон они, табуреточки. Вон, Егор, подай вон тебе стульчик зеленый. Смотрите, в эту сторону, люди. Кстати, а про Большомедельцев? Да. Вот табуреточка пойдет. Ладно, и взлет. Ладно. В очередь. В очередь. Фрося, подожди сперва, она строит. Потом это будет. Ладно. Надо такую ровную поверхность, чтобы он не шатался. Потому что вы... Иначе... Уронить. Может быть, лучше мы его поставили. На наш шкафчик этот, по трубочку. Здесь, наверное, он полустойчивее будет. Все, Фрося, ты идешь к конец, хоть и идти. Ну так автоматически получилось, что я первая по ним. Ладно, я хорная. Я четвертая. Немножко 8! Нет, я третья. Постоянку 0. Ручка, нет! Я не слышу надолеть, что ты спрашиваешь. Ты такой залдеж? Я хочу на Луну посмотреть. Телескоп? Телескоп, да. Так, куда смотреть-то нужно. А, я посмотреть, камни тебя. Просто здесь и чуть-чуть. Все, все, всё. А ты думала, будет как мультик? Так, я захожу. А как мультик? Трубину такую? Вот настоящий телескоп! А почему вы тут смотрите и тут смотрите? А потому что я сейчас вот в эту мушечку настраиваю, так сказать, здесь оптического прицела нет и мне приходится, ну как вот в оружейном прицеле, вот здесь вот большое, а здесь маленькое отверстие. Я сейчас просто вот туда и навожу, чтобы поймать ее в окулях. То есть туда, то место, куда смотрят, это называется окуляр. Сейчас мы поймаем Луну. Да. И чем больше увлечения, тем больше она будет убегать от нас. Какое у него увеличение? Здесь неустойчиво, к сожалению. Да, неустойчиво, это очень, наверное. Я как бы показала, что кто в глаз у меня прям светит. Показать лица. А мне прям так получилось, ослепил меня. Представьте себе, если было бы сейчас минус 30, и вы бы захотели посмотреть на Луну? Да. Нет. Если в холодке, то можно мороза. Вот мы именно так смотрим. Комаров бы не было. Да, комаров бы не было. Да, но было бы холодно. Ну что, лучше комары, чем мороз. А вот представьте себе, мы наблюдаем такую температуру. Причем вот если какое-то длительное явление, то приходится вот так вот, включившись, смотреть, ну минут 30-то приходится это делать. Ну мы фанаты своего дела. Ну да. Мы любители, так сказать, билетан. Просто посмотреть, поудивляться. Так, готовы? Да. Отлично. Сейчас вы видите очень красивую картину. Потрясающее увлечение. Так, кто первый? Лена Александровна, пожалуйста. Смотрите. Так. Ближе, ближе. Куда ближе? Глаза ближе. С глазом. Глазом тудой. Видно? Да. Луна. Темные объекты. Там вот вверху видно горы, такие кратеры кругленькие. Видите, да? Ага. Светлые. Присмотритесь. Ну да. Резкость нормальная? Отличненько. А почему мне с земли видно, что луна улыбается, глазки видно, а тут не видно? Это эффект вот именно сочетание вот этих темных пятн, это моря и океаны. Конечно там воды нет, сами понимаете. Там сейчас, когда мы смотрим, плюс 130 градусов вот на этой стороне. 130. На светлой или на темной? 130, да. Вот сейчас куда мы смотрим? На светлой. На темной мы не видим. И там нет... Вы посмотрите туда, я туда смотрю. Ну у вас преломление замечательно. Причем луна, причем всегда это... Там жирко. А на обратной стороне, которую мы не видим, сейчас минус 150 примерно градусов. Здесь резкие перепады температуры. Красиво. И там нет атмосферы, поэтому мы так хорошо видим вот эти все горы, кратеры, эти объекты. Конечно жизни там никакой нет, понятно. Но там есть кое-что из земли. Так, наверное ушло, сейчас я подправлю. Нет, не ушло там, ну посмотрите. Сейчас я проконтролирую сейчас. Ушло? Ну чуть-чуть совсем сейчас я подведу чуть-чуть. Очень хорошо. Ага. Замечательно? Ага. Очень-очень. Посмотри, приглядись. Вот это темные пятна, это ярко. Да, это неизменно. Там воды нет. Конечно. Зачем у вас преломления? А потому что вот... Ты только шустро в палатку заскакиваете. Ну они считают, что там тоже есть... Живись, да, и... Перископов хотя еще не было, они считаются там вот... А, потом уже стали перископы даже смотреть. И считают, что там есть вот эти водные, так сказать, простое... И поэтому их так назвали, море спокойствия, море кризис, океан-бой. На Луне. На Луне. А когда туда уже роботы прилетели, понятное дело, что они там не были. Люди там были? Люди? Ну, в общем, я полагаю, что все-таки были американцы там, да. А некоторые, ну... Американцы там были. Ну, были наши аппараты. Луна уходит. Луноход. Луноход. Уплывает. Уплывает. У тебя комары унесут. Давайте... Владимир Вячеслав, подправить надо. Подправить надо. Давайте сейчас. Выкручу, сейчас мне немножко придется... Снова перестроить. А как они людей туда смогли высадить на Луну саму? Ну... Это же очень тяжело. До сих пор не могут. Нет, почему? У нас тоже программа лунная была. Да? Да. Но ее не существовали, потому что Королев умер. Ага. Луна улетит. Там четыре ступени. Там спускаемый модуль. Подожди, просят, дай-ка. А с Луны на Землю обратно как? А вот этот... Луна... Луна... Там один на орбите крутится астронавт, а другие спускаются. Крутится. Астронавт. Да. Крутится. Смотри. На орбите. Все понятно по Андрею. Ага. Так, ну вот... Вот это... Эти люди у нас в первый раз будут смотреть. Я первый раз. Я первый раз. Как будто метеорит резался. Я еще не раз. Тихо, тихо. А что такое, как? Вы знаете, как съемки-то лучше? Ну все, Фройся. Сегодня рисуешь Луну. Ну как? Ослепился. У нас на стене стоят. Здорово. Видите ощущение человека? Я ничего не вижу. Клево, говорит. Клево. 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 Дядяки, ну надо так... Смотри, смотри, смотри. Ты не видел никогда? Я могу. Я там... Я там... Это для глаз вредно. Это для глаз вредно. Какое у него увеличение? У него максимально сто тридцать шесть. Он видит, у него диаметр маленький. Чем больше вот этот диаметр зеркала, тем больше свет от принимает, тем более качественно. Ну что, Коля, ты видишь Луну? Круто. Видишь, у одного круто, у другого клево. Ну хорошо. Коля, давай другим тоже. Следующий. Сказал же. Следующий. Никто. Тише. 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 Так смешно. Земля поращается, поэтому естественно, Луна убегает. Луна вращается. Но кто то говорит, что Луна вращается. Луна вращается сама. Она вращается. Вот, кстати, загадка. Почему мы всегда видим одну сторону Луны? Она вращается до старой Земли. Она вокруг Земли, но вокруг своей оси не вращается? Она вращается быстрее, чем вращается Земля. Мы всегда видим одну сторону. Вопрос. Что отгадает эту загадку? Она вращается всегда быстрее, чем Земля. Егор знает. Поэтому всегда поворачивайся к нам одну сторону. Это можно сделать с помощью вас и сидящего человека на стуле рядом с вами. Сделаем опыт. Это опыт. Лабораторно. Я могу объяснить. Что будет Луной? Несите мне трон. Будем делать опыт. Потому что Земля вращается и вот так крутится. А Луна тоже вращается. У них, наверное, одинаковая скорость вращения. О. О, так. Так тепло. Потому что он говорил. А, то есть Луна, возможно, оборачивается вокруг своей оси за то время, пока проходит у нас день? Молодец. Я все тебе признаю. Эй, я это сказала. Тяни руку. Завтра утром. Все нормально. Мы запомнили. Везде лишь со мной. А получается, с другой стороны Земли я не видела другую сторону. Так, ну, Егор, я смотрел там Луну-то? Нет. Нет. Нет, я даже не смотрел. Егор, ты Луну не видел. Егор, ты что? Ты же приехал с Владимиром Юрьевичем. Ты должен был не только Луну увидеть. Все планеты Солнечной системы. Посмотрел? А другие планеты видно с Земли? Да, вот сейчас, вот там заходит, по-моему, Сатурн или Юпитер. Вот сейчас нам надо было спеть его. Вот давайте быстрее. Я не хочу ее пост. Он уже все, на трассе, куда нам он будет. Он заделил, он уже пятый. Видно даже кольца у нее? Сейчас посмотрим, да. Должно видно. Мы в прошлом году смотрели, хорошо было видно. Да, просто выйти туда, где дерева нет, и все. Это вопрос решает. Вот сейчас здорово. Смотрите, хорошо видно. А я видеокамеру не увижу? Всегда, вот Володя, наверное, слушай, нет, наверное. Если я свет выключу, он не увидит, да? Нет, по-моему. Там надо подстраиваться, хотя можно это сделать, но это долго будет. Ну, понял, ладно, все. Володя, ты хоть сам сходи, посмотри. Да я видел в том году. А, закусали. Ты видел в прошлом году, но в этом она другая. Иди, посмотри, как она тебе улыбается. Поменялась. На ней выросло еще пара кратеров. Пару океанов. Пару-дройку морей. Откуда берутся кратеры? Кратеры? Это обрезается метеорит. Давайте догадается. Подождите. Метеориты падают, получаются такие маленькие. Женники-то. Можете пожарить. У нас на земле тоже падает. Вы турбусское явление слышали тогда? Да. Ну, а осколки так не нашли. Не нашли, да. Я рассказывал историю про девочку маленькую, вот она идет, ты будешь девочкой маленькой, она идет, и вдруг у нее длинные волосы, она думает, что такое туда упало, она вот так берет рукой-то, смотрит, ой, какой-то камушек, она была, это самое, откуда ничего нет, и она взяла, понесла родителям, ну они поняли, что-то не так, то есть ничего не было, и вдруг камушек, волосы попали, это не у нас было, не нашли стране. И они, так сказать, обратились к специалистам, и оказалось, что это был метеорит, то есть, представляете, он ее не пробил, прямо в волосы попал, маленький вот такой кусочек метеорного вещества. Пошли, мы попали. Ну, пошли, пошли. У вас камера натянется? У меня нет. Хотя бы чуть-чуть попробую. Вы провод мне помогите подтянуть? На сколько его хватит? Это все последнее, да? Да, все больше не было. Ну давайте, я хочу... Егор, мой! Жид пока хотел... Вот, да, вот! Самолет! А вы видите, это не самолет. А что? Вот, видите, звезда движется. Это звезда? Это спутник. Это спутник! Это спутник! Это спутник Земли. Все, все, спасибо. Хотела. Вот он начал фотографировать. Да, да, да. Как мы стоим и смотрим на него. А вот МКС... А, ну это... А, ну они могут быть, кстати, спутники шпионов еще к тому же. Так что... То есть не наш. Ну они сейчас могут увидеть вот... Вот ДПР могут увидеть, да? Да? Все увидят. Такое увеличение. Да, они все у нас сейчас увидят. А мы можем сейчас его посмотреть? Привет! Да нет, он очень быстро движется. Привет! Давайте с чемпионом. А я уже его не вижу. Как с чемпионом? А вот английский с ним, наверное. Это, наверное, американский. Ну давайте помашим, помашим. Ну, мой friend. Где Абрады? Путь к Земле! 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 А Сатурн, наверное, у нас вот рядом с Луной, так что мы его успеем посмотреть. А это у нас Юпитер, так что мы успели, он не зашел, нам повезло очень хорошо. Он будет маленький, но сейчас увлечение небольшое, сейчас побольше принесу. Два раза придется посмотреть. Мы пойдем уже, а то страшно. Пропустите, не ты рано перекатишься в этой песочке. Да, да, да. Немного детства. Итак, смотрите, там есть Юпитера и спутники, рядышком. У него видно четыре спутники, которые открыли галерею Галерея. Который сделал первый телескоп. Галерея – самый крупный спутник. Который, видимо, он приходит за то, что Земля круглая. Это оба? Земля круглая? Нет, это уже было известно. Земля в центре находится. Как обычная планета вращается в Солнце, это Коперник. Коперник, да. Там что, точку надо увидеть? Да, диск, диск, ну она диск, кружочек маленький. Маленький кружок. Потом же она за Бруно поддержала. И там еще струкни-то есть. И его сожгли. Ну, Никита, ты чего, избавишься? Я пытаюсь посмотреть, у меня в глаза вспышки. Классный снег получился. Что там у тебя получилось? Да ничего, да. Ну, Несандра, видите? Ну, что я вижу-то? Мама! Да и всем круче всех! Вы готовы сфотографировать? У вас не кто? Ну, я вижу точку. Диск такой, видите, оранжевый? Зомби, да? Нет, вижу, просто круглая. Кругленькая, да. Вот это Юпитер. Ну, это маленькое самовлечение. Я сейчас поставлю побольше. Будет побольше? Да лучше сразу побольше поставить. Да сразу сделайте побольше. Так, сейчас я тогда скажу. Телефон, это, провод. Я тоже хочу точку. Я тоже хочу точку. Все, уходи. Ветераны закончились, инвалиды тоже. Уди, я тоже хочу точку. Все, следующий точку пока. Я не увидела. Следующий. Иди! Крося, все, ты знаешь астрономию. Эй, стойте. Точка следующая. Мама, не надо так делать. Да я не буду. Да хватит фото. Не фото, Никит. Ну правда. Надо ехать. Аппарации. Орел! Тихо, тихо, потише. Потише все. Вы всю деревню разбудите. Сейчас петухи закукарекают. Точка! Тихо, тихо. Там с начала. То есть, дальше. Тихо, да привет. Аккуратно! Тихо, я был звором. Тихо. Тихо, ровы давили. Тихо, накалу мочала, начинаем с начала. Кто будет мочалом? Розя? Не фоткайте! Все тише, тише. Завтра Игнатья, Тихо посмотрит на видео. Кто для вас фоткает? Отлично. Ветеранов пропускают. Мне очень интересно. Сейчас будет немножко побольше, но нужно учитывать то, что наша атмосфера, это, к сожалению, враг номер один на стороне. Она искажает изображение. Поэтому сейчас она немножко размытая будет, но зато крупнее. Наша атмосфера довольно плотная. И что я должна увидеть? Снова диск, только побольше? Я вот вижу, даже если приглядеться, то видно полосу на Юпитере, если приглядеться. А, Юпитер это то, что с полосами точно? Да, 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 там красное пятно есть. Но вот размытое изображение, оно не очень, так скажем. Но, тем не менее, диск сейчас видим хорошо. И крупнее в два раза. Ну, сейчас будет быстрее убегать. Попробуйте смотреть, сейчас я буду подкручивать. Ой, только быстро. Ну, как-то быстро. Все, все, давай. Если полосы наблюдать вот эти, то это надо... Что теперь вы смотрели? Да, это надо долго сматриваться. На Юпитере есть большое красное пятно. Считается, что это большой ураган. Да, вот его, кстати, можно увидеть и в этот телескоп. Но для этого нужна более спокойная атмосфера. Не, у меня уже глаз поломался. А на Нептуне есть большое темное пятно. Вот сейчас мы попробуем на Сатур посмотреть. Там более фишки будут. Кольца будет видно? Должно быть видно, да. На Юпитере интересно смотреть про кольца. Давайте. Сейчас вот. Нифига. Вот яркий? Нет. Они перемещаются. А мы сейчас смотрим вот туда? Да. Ой, я увидела кольцо. Это Кольцо. Это Кольцо. Вот он. Мы сейчас туда смотрим. Это самая большая планета. Это самая большая планета. Опять не вижу. Но это уже не я. Вот у Луны, да. Вот это. Это всегда так? Нет. Все, давайте. Посмотрите, там, наверное, убежало уже все. Немножко. Улетела просто меня. Потому что с увеличением... Да, уже немножко. Одеяло убежало. Величие в сто раз больше. Помните, ну пойду. На сто процентов увеличение. Нет, на сто процентов, понимаете, чем больше увеличение, тем больше искажение, к сожалению. Розя. Жалко. Вот наша атмосфера. Если мы сейчас оказались бы в космосе, то там было бы просто идеально все видно. Как на фотографии? У нас тут глаза вывалились из орбит. Расправляем крылья. Смотрите. А из космоса делают фотографии? Конечно. Есть такой телескоп Хаббл американский. Там просто великолепная фотография. Там целый потолок. Мы третье место заняли, по-моему, по России. И нам такие скабблские фотографии представили. Как приз. В конкурсе каком-то участвовали? Дни астрономии были. Российские дни астрономии. Это такой, как бы. Ну, в эти дни организации, которые занимаются исследованием космоса, они бесплатно людям предоставляют где-то в каких-то учреждениях, просто выносят телескопы. И все желающие с улицы, с города могут свободно посмотреть на Луну. Лекции бесплатные. Вот такие мероприятия. По всему миру? Просвещение. По всему миру, да. Он из Америки пошел или праздник. Ничего нет. Он по городам ходит или как? Да. Это в мае обычно бывает. Когда половинка Луны. И в это время... У нас в Барнауле не было. Нет, у вас таких людей, наверное. Классная светлоточка. Где у нас нет мира вообще. А у вас что за очередь? Вторая. Вторая на Сатурн. Так, кто на Сатурн? Билеты. Я первая в кассе. Так, давай. Вторая ушел, меня что-то потерял. Так, руками не трогай только. Ты смеешься. Мы так пытаемся серьезно видеть здесь. Смеемся. Нет, совсем не смеемся. Нет. Видишь, друг мешок? Это Юпитер. Рося, молчи. Самая гигантская. Планета Солнечной системы, да. Да, самая крупная. Самая крупная, светлая. Там еще спутники, кстати, видно. Посмотрел? Простая точка. Простая точка. Простая точка. Один-два пролетят. Ехалые такие. Коля, уйди. Пока они там готовятся сесть. Володя, ты смотрел на Сатурн? Меня спереди, когда пятна не едят. Да. Что, Володь? Ладно. Пойдешь смотреть? Не, не смотрю. Что, вот я посмотрю? Конечно. Пойдешь, вторая очередь сейчас подойдет. Точка номер два. Спередик на бед, сзади не едет. Точка А и точка В. Там кратчайшее расстояние от точки В. Источник А выехал в велосипеде. Так, Визу, все нормально. Да у меня не получится. И астрономия все возрасты покормят. Источник А выехал в велосипеде. Так, отойдите, пожалуйста. Хвостик прицела. Вы заходите в самую большую планету Солнечной системы. Просто голову увеличили. Вы заходите в самую большую светку точку. Отойдите, пожалуйста. Вы заходите в самую большую планету Солнечной системы. Я Питер. Надо, через самый величайший день. Там единственное, что сейчас... Да, мало главного. Тише прося. Атмосфера у нас нестабильная, поэтому... А когда она стабильная была? А так бы было. Вот в прошлом году у нас было идеально. Мы смотрели все. Атмосфера была хорошая? Потрясающе вообще. С чем это связано? Это связано скорее с разными вот этими... Вообще ничего нету там. Да. С влажностью. С потоками всякими. Турбулентными. Турбулент. Входим. Входим в турбулентность. Обеливание. Да, видно. Даже кольца видно вроде. Нет, это... Это другая планета с кольцами. Так, ну что, давайте сейчас... Сатурн. Сатурн. Вообще-то у Юпитера тоже имеется кольца. Привет! В очередь на... В очереди... Тай opposition. Ты не слишком сильно треснулась. Я неooky. Ирина, пока. Тише и дверь. В очереди. В очереди. Ты слишком широкий. Парр Infini есть уже. Ты раз такой молодой человек. Тише. Я думал, что только как они будут повернуты. Вы даже шарика разбудили. Ну что вы? Удачно. Должно быть, отмечалось. У тебя пись-пись-пись. Нет, я не поняла. Я думала, только... А там не великий едет. А там не великий едет. Нет, не бежит. Ничего себе бежит, как антиопа. Смертью к расу заблок. Нет, это мотоцикл. Тихо. Это мотоцикл обводителя сбегает. Тихо, тихо, потише, ребята. Соблюдайте порядок в очереди. Комары. Комары расстроили. Ага. Мы смотрим на Сатурн. Комары питаются. Точка номер один. Комаров банкет. Это все. Точка требует жертв. Опа, а мы вас уже знали. Самая огромная точка в мире. Луна и светлая. Нет, солнце. Тут зачешется, потом зачешется. Самая большая точка. Самая огромная точка это... Точка. 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 Точка.